Главный идеолог и движущая сила создания во ВНИЕФ установок для исследования в области лазерного термоядерного синтеза Самуил Борисович Кормер. Лекция, посвященная лазерному наследию выдающегося ученого к столетию со дня его рождения, открыла научную школу в технопарке. Школа является детищем ведущих лазерных институтов России, ведущих вузов, которые ведут исследования, подготовку кадров в области лазерных технологий. И предприятие госкорпорации «Росатом». Школа посвящена лазерной физике и современным лазерным технологиям, одному из ключевых направлений работы Национального центра физики и математики и ядерного центра. И проходит в 13-й раз. Однако на базе ЦФМ в технопарке ее проводят впервые. Безусловно, для нас этот проект важный и значимый, поскольку такая большая концентрация молодых специалистов на территории технопарки, она всегда для нас приятна. И, конечно же, мы стараемся сделать максимально школу интересной, наполненной различными событиями. Применение лазерных технологий в медицине, использование лазерных и оптических технологий в космическом приборостроении. В программе, помимо основной тематики школы, затронули и смежные науки. На протяжении трех дней лекции участникам читают академики, ученые из ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий страны. Я сегодня буду рассказывать про прогресс с проектированием и сооружением проекта ИТЭФ, а также рассказывать о прогрессе с проектированием нашего собственного российского ТКМАКа, ТКМАК с реакторными технологиями, ТРТ мы его называем. Эти два проекта, два совершенно необходимых шага к будущему термоэльному реактору, который мы очень надеемся будет нужен в нашей стране. География проекта широка. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Дубна, Томск, Троицк, Саратов, Саров, Лыткарина, Балашиха. В технопарке собрались более ста талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых. Важная задача школы – привлечение молодых специалистов. Помимо лекций, не менее важны беседы, дискуссии и научные споры. Эти юные ученые – будущее отечественной науки. На самом деле очень интересно, потому что здесь присутствуют как специалисты из МЕФа, так и студенты-аспирантов из других городов, со всей России, из Новосибирска в частности. Очень много людей я здесь видел. Поэтому, можно сказать, это место, где объединяются умы России и обмениваются опытом. Новый опыт, новые знакомства, как говорится, объединение разных городов, людей и одинаковых взглядов. Честно, я очень удивлен, потому как действительно этот маленький городок, он такой современный. Действительно, все сделано по новому вкусу. Такие школы планируют проводить по всем направлениям работы НЦФМ – от физики частиц до искусственного интеллекта. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.